Степан Марщагин, чемпион мира по бенч-ресту на 25 метров 2013 года. Это Степан Марщагин, он в мире чемпион. Бенч-рест на 25 метров в 2013 году. Мой хороший командир и отличный шутер. Привет, ребята! Видео будет двуязычное, но уж потерпите! Привет, ребята! Сегодня я сделаю билингвое видео в русском и английском. У нас сегодня национальная университет. И у меня есть возможность снимать экстремий бенч-рест 9.5. Я рад, что у меня есть возможность. Потому что я ненавижу наши настоящие экстремий бенч-рест-компетитации. Я планирую идти в США. Но, из-за коронавируса, все было разрушено. Сегодня 4 ноября, день национального единства. И мне наконец-то пришла моя посылка из США. Это набор для стрельбы экстрим-бенч-реста 9.5. По бюджету получилось забавно. 75 долларов. С доставкой две мишени и небольшой набор для... Ну, промо-набор. Там футболочка и прочие мелочи. Стреляем на 75 на 100 ярдов. Обмер 9-мм калибром. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь. Заполняйте формы, обращайтесь. Я всегда буду рад вам помочь. Я буду снимать сегодня на 75 и 100 ярдов. И я буду использовать мой 9-мм. Это 35 калибром гауч. Для проверки результатов. Так что это немного меньше, чем 75 ярдов. Я надеюсь, что это не проблема. Ну что ж, получилось 74,5 ярда. Учитывая то, что дальномер китайский, я надеюсь, что это не проблема. Винтовка готова. Остались последние приготовления. Я проверю, стабильна ли скорость и в нужном ли диапазоне. Потому что температура сегодня плюс 7 примерно. И можно будет приступить к стрельбе. Съемку буду вести через прицел со своей насадки с фотоаппарата. И сюда поставлю камеру, которая будет показывать флаги. Американцы просят указывать оборудование, которое используется. Используется здесь винтовка Хорхи Йегер 2015 года. Единственное, что от нее осталось, это корпус главного цилиндра. Все остальное здесь кастомное. Поэтому винтовку я называю просто Tune Virus Beer. То есть доведенная мной винтовка. Сошки от Сергея Белиура. Прицел Бушнель ЕТ 624.5FG. Пули GSB, монстр и дизайн старые. Баллон композитный. Мешок, задний кожаный стол от Алексея Осипова. Продолжение следует... 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 Ну что же, всё готово. Там динамegan не получает. Танк... Танк... Камера на флаге Камера на прицел Камера на прицел Сейчас Степан приедет И начну стрелять Чтобы у него не попасть случайно Все готово Все камеры здесь Камера готова Камера готова Но я его чувствую И начну стрелять И начну стрелять Камера Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вот такая мишень будет использоваться нами на предстоящих выходных на наших соревнованиях. У нас нет такого формата бумаги как в США, у нас есть А0, собственно, на ней напечатали. И я не смогу найти цвета, поэтому я не смогу найти цвета, поэтому я смогу сделать цвет. Моя вещь, что все зоны, которые были в основном, как у нас есть, как у нас есть. Давайте посмотрим, что результаты я получил. Я надеюсь, что они не слишком низкие. 40 и 7x. Парочка. Ну что же, я переставился на 100 ярдов. Начал накрапывать небольшой дождь. Посмотрим, что получится. Давайте промерим дистанцию. Я поставил мой царгет на 100 ярдов. И это начало немного дождаться. Давайте попробуем. И не забудьте проверить дистанцию. Я забыл включить видео-рекординг. Вы видите, что дистанция немного больше. Это 101 ярд. Но я не думаю, что это сделает проблемой для меня. На этот раз дистанция получилась чуть-чуть больше. 101 ярд. Но я думаю, что это не будет какой-то проблемой существенной. Камеры пишут. Поехали. А зарядка почему не идет? Ну, чтобы шла. Вот. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, я закончил ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, хотя бы на прицел все видно Вывод простой Мишени стоят высоко, флаги не всегда все показывают Ну и я человек, а не робот, делаю ошибки И пули надо отбирать однозначно Пули я не отобрал, это недоработка такая моя Безусловно, пойдемте посмотрим, чего там посчитаем Ну что ж, давайте посмотрим, что я здесь настрелял Я абсолютно недоволен, честно говоря, результатом Проверим, сколько получилось у нас очков Да, ну реально от них никакого толка Либо ниже, потому что У них мишень стоит, по-моему, вот на таком уровне Ну и разница она как бы видна, реально Очень низкий результат, 207 очков Это очень низкий результат, для меня 207 очков Я не могу отбирать, но Но, в любом случае, это правильный Это правильный дистанция, правильный Водопад, правильный облак, с крикой Вилья, даже если флаги не показывают Надо отбирать пули И надо готовиться А пули были с банки Я не делал одну важную вещь Я не снял пулет, я не снял пулет Я должен снял пулет Я считаю, что это мой ошибок И этот пулет абсолютно уверен Это плохой пулет И этот пулет тоже Потому что мой аэрган очень-очень И дает очень стабильный скорбь И это пулет Это проблема пулет К винтовке вопросов никаких нет у меня Это проблема не с винтовкой Это проблема с пулями Это однозначные отрывы Но надо отбирать Я этого не сделал Сам виноват, собственно говоря Записываем Ты будешь менять, да? Да сейчас я забыл выстрелить эту Пулет челлендж Надо в нее стрельнуть максимально близко А потом буду менять А это куда надо выстрелить? А вот сюда, в головку надо попасть максимально близко Такого кто-то, да? Угу А я просто таксилят 207 Что, иксы-то есть? Один икс И все Что, бок вам прилетали? Нет, это я калибром промерял Я совсем забыл сделать выстрел по пульке У них есть соревнования, кто ближе к пульке попадет одним выстрелом Можно использовать пристрелочные мишени Плюс мы расположили мишень несколько иначе Поставили стойки под углом Так чтобы мишени были все-таки ниже Потому что слишком высоко Существенно выше, чем стоят в Америке Я забыл снимать пулет челлендж Да, это называется что-то Один снимает пулет на таргет И мы изменили стенды Наши таргеты Потому что наши таргеты были очень высоки И это не право Так что я сделаю Я сделаю Смотрю Наши таргеты На таргет На таргет И вот Это палет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В любом случае я хочу поблагодарить Тиорганзов Аризона за то, что они организовали такие заочные соревнования, в которых мы имеем возможность поучаствовать Это было здорово и проверить себя лишний раз на полноразмерные оригинальные мишени это тоже классно Всем спасибо за просмотр! Следующее видео будет с соревнований по российскому экстрим бенчресту 9.5 Мы будем соревноваться и будем стрелять на 100 и 150 ярдов, в том числе отдельный класс полнотелом Я надеюсь вам будет интересно! Классик экстрим бенчрест target Я уверен, что эта компетенция будет очень интересной и очень сложной И я надеюсь, что вам понравится это видео! Спасибо за просмотр! Всем пока! Продолжение следует...